Здравствуйте виноградари! Вы снова на канале Виноградник за окном и с вами Юрий Егорудин. В этом году зимой я уже снял три ролика по подготовке черенков винограда к укоренению. Эти ролики находятся на моем канале и их можно посмотреть. Ссылки будут в описании. И если вас интересует эта тема, то переходите на следующий этап, непосредственно укоренение черенков. И по моему мнению, самый простой и доступный способ укоренения черенков это укоренение на воде. И здесь я вам предложу свою теорию укоренения. Она экспериментально подтверждается, а потому стоит ее применять на практике. И чтобы было понятно, о чем идет речь, начнем с самих черенков. Для того, чтобы укоренение на воде прошло успешно, необходимо для начала подрезать наши черенки. Если у меня вот эта середина нижнего узла, где и будет проходить укоренение, то подрезать нужно на расстоянии не больше 10 мм. Это вот самое такое оптимальное расстояние. Можно 5 мм, можно 10 мм, но не больше. Кроме того, удаляется нижний глазок и я провожу несколько продольных борозд, довольно глубоких, ну, наверное, глубиной миллиметра полтора. Длина этих борозд не очень большая. Начинаем приблизительно на расстоянии около 20 мм выше узла и до основания черенка. И следующий, самый важный элемент этой моей теории, это то, что при укоренении на воде, нам уровень воды нужно держать чуть выше середины нижнего узла. Приблизительно вот в этом месте. На сантиметр максимум от середины нижнего узла. Не вот здесь посередине, не вот здесь, а именно чуть-чуть выше середины нижнего узла. Несмотря на то, что корни на черенках образуются по всей длине черенка, как на узлах, так и на междоузлях, но на узлах они образовываются наиболее интенсивно. Поэтому мы будем помогать нашему черенку, а не мешать ему. Почему же именно такие условия я хочу создать при укоренении черенков на воде? А все потому, что именно в узлах сосредоточено, запасено наибольшее количество питания. Не в междоузлях, а в узлах. Это первая часть. А вторая часть, это то, что для образования корней обязательно нужен кислород. И поэтому границу воздух-вода мы максимально приближаем именно к узлу, там, где находятся максимальные запасы питания. Кроме того, поверхностный слой воды содержит гораздо больше кислорода, чем более глубинные слои. Если уровень воды будет находиться посредине междоузля, в этом месте корни будут образовываться. Но в таком случае мы просто мешаем нашему черенку. Ведь все запасы питания находятся вот в этом месте, там, где нижний узел. Борозды и срезы непосредственно под узлом способствуют появлению раневой ткани и калуса, которые являются предвестниками корней. Кроме того, через эти раны вода попадает внутрь черенка более интенсивно и тоже способствует лучшему укоренению. Это сама теория укоренения. Но во всем этом, самым сложным из всех этих мероприятий является необходимость поддерживать уровень воды. По моей теории, уровень нужно держать вот в этом месте черенков. Но вода довольно быстро испаряется. Во-первых, нужна температура хотя бы 20-25 градусов. Вода испаряется, уровень падает, черенок подсыхает. И процессы по укоренению, которые только начались, начинают затухать. И поэтому колебание уровня воды при укоренении очень сильно, очень неблагоприятно влияет на укоренение. Я решил эту проблему просто. Я изготовил плавающий в воде укоренитель винограда, в который я и устанавливал черенки в специальные зажимы из прищепок. И после чего опускал всю конструкцию в воду и необходимость следить за уровнем воды отпадала. Мой укоренитель, плавая как поплавок, выполнял эту работу вместо меня. Причем можно было даже не менять воду. В таком укоренителе я получал прекрасные результаты, практически стопроцентные. Но был один небольшой недостаток. Вот чтобы этот укоренитель не заваливался на одну сторону, нужно было размещать черенки равномерно по окружности в соответствии с их массой. Мне, кстати, писали в комментариях, что вот наличие этих прищепок очень сильно усложняет конструкцию. И поэтому я решил немножко ее изменить. И в этом году сделал уже другой укоренитель, но работающий по тому же самому принципу. В качестве поплавка я использовал экструдированный пенополистирол. Вот такая плита. 25 миллиметров толщиной. Размеры 25 на 30 сантиметров. И вот таким корончатым сверлом по гипсокартону довольно легко высверлил 4 отверстия. И в эти высверленные отверстия я установил вот такие 4 литровые банки из-под пива. Ну да, признаюсь, есть такой грех у меня. Предварительно я срезал верхние крышки на этих банках. Я покажу чуть позже. А в нижней части этих банок на расстоянии приблизительно 10 миллиметров болгаркой сделал вот такие прорези, чтобы вода попадала внутрь моих банок. После того, как этот укоренитель будет помещен в воду, уровень воды будет находиться приблизительно вот в этом месте. Хотя на самом деле он будет даже вот, наверное, чуть ниже. Причем уровень воды в этих банках, как вы понимаете, не будет зависеть от количества воды в емкости. Так как пенополистирол будет постоянно плавать на поверхности, то уровень воды будет всегда одинаковым. Внутрь этих банок вот таким образом я установлю свои черенки. Я посчитал, что вот на 4 эти литровые банки можно установить почти 50 черенков. То есть грузоподъемность вот такого листа пенополистирола довольно высокая. И если уровень воды будет находиться у нас вот в этом месте, то это как раз на 10 миллиметров выше нижнего узла. Как раз то, что нам нужно. Сейчас я установлю свой укоренитель в воду и мы посмотрим, как он будет плавать и как эта конструкция будет выглядеть уже полностью в сборе и готова для укоренения. Свой укоренитель я помещу вот в такую емкость. Глубина ее приблизительно 15 сантиметров. Я уже залил воду. Опускаем укоренитель. Он прекрасно плавает. Внутри в банках появилась вода. Вы ее видите. И как раз этот уровень воды в банках будет всегда постоянным. То, что мне и нужно, как я уже говорил. В эти банки сейчас помещаю черенки и заодно посмотрим, сколько их поместится. В эти банки я установил почти 35 черенков. Причем по массе я их не сортировал. Как получалось, так и устанавливал. Укоренитель прекрасно держится на плаву. Если бы у меня в этом укоренителе было чуть больше банок, либо диаметр их был немножко больший, то скорее всего, что вот такого листа пенополистирола, здесь 25 на 30 сантиметров, вполне хватило для, наверное, 70 черенков. Для тех, у кого нет таких пивных банок, я бы порекомендовал использовать обычные одноразовые пол-литровые стаканы. Ну, подготовив их точно таким образом и закрепив их в листе пенополистирола. По количеству черенков. Для любительского укоренения 35 черенков вполне достаточно. Сейчас я вот эти черенки запарафинирую верхние срезы и установлю, так сказать, отправлю этот укоренитель в плавание. Думаю, дней через 15-20 будут какие-то результаты. Я обязательно сниму новый видеоролик по укоренению. И тогда вы уже определитесь, стоит ли вам повторять такую конструкцию. Кстати, по времени изготовления это заняло у меня приблизительно 20 минут, не больше. По цене, сами понимаете, тоже только вот этот лист небольшой пенополистирола. Напишите, кстати, в комментариях, понравилась ли вам моя новая конструкция укоренителя. Да, еще хотел добавить, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему и нашему, в том числе, здоровью. Поэтому не увлекаемся этим делом. Поздравляю всех с прошедшими и наступающими праздниками. Желаю прежде всего здоровья, успехов, мирного неба. А с вами был Юрий Егорутин. До скорой встречи. До свидания. Пока.